Новогодние каникулы прошли спокойно, серьезных происшествий не случилось. Что год грядущий нам готовит обзор важных изменений федеральных и региональных законов. Муравленко посетил архиепископ Салихарский Новоуренгойский Николай. Владыка возглавил богослужение и обратился с проповедю к прихожанам. На Ямале стабилизируется ситуация с коронавирусом. На протяжении всех новогодних каникул количество новых случаев снижалось и росло число выздоровевших пациентов. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев коронавируса. Все подтверждены в муниципалитетах округа. Всего на Ямале на данный момент госпитализировано 190 пациентов. 29 в тяжелом состоянии, 12 находятся на поддержке аппаратов ИВЛ. Выздоровели за сутки 75 человек. Количество летальных исходов за новогодние каникулы выросло до 968. За сутки скончался один пациент. Напомним, что на Ямале режим повышенной готовности действует до 31 марта. За время длинных новогодних каникул в России и на Ямале вступили в силу десятки новых законов, которые повлияют на жизнь, в том числе и муравленковцев. Они затронули практически все сферы жизнедеятельности. С 1 января на Ямале расширили меры поддержки диабетиков в округе с заболеванием сахарный диабет первого типа. На учёте состоят более 220 несовершеннолетних. Всем им предоставят систему непрерывного мониторинга глюкозы, которая отслеживает изменения в круглосуточном режиме. Её применение позволяет проводить оперативную коррекцию инсулинотерапии. Взрослым с диабетом первого и второго типа будут бесплатно выдавать расходные материалы для инсулиновой помпы. Затраты на приобретение расходных материалов на одного взрослого пациента в среднем составляют 207 тысяч рублей в год. В целом по больным сахарным диабетом, этим, к сожалению, очень распространённым таким серьёзным заболеванием, мы в этом году ряд решений приняли. Они вступают в силу как раз с Нового года, с 1 января, по снабжению инсулиновой помпой. Тема давно у нас была у ямальцев, кто болеет диабетом. Вот эти решения приняты, они будут бесплатно обеспечиваться всеми расходниками. На самом деле это десятки тысяч рублей в год. Это существенное подспорье для любой семьи. С Нового года для девяти категорий льготников на Ямале ввели сертификаты на санаторно-курортное лечение. Новый механизм поддержки касается тружеников тыла, реабилитированных лиц, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Инвалидов боевых действий, лиц, награждённых знаком жителю блокадного Ленинграда и других. Сертификаты выдаются автоматически до 20 января и действует два года. Сумма по именному документу составляет 58 800 рублей или 2800 рублей в сутки. Ограничений по времени и месту отдыха нет. Льготник либо заключает договор с санаторием, деньги в таком случае перечисляются организацией в течение трёх дней. Либо приобретает путёвку сам, а затем получает компенсацию. Взамен неиспользованного в течение двух лет сертификата выдаётся новый. В течение двух лет человек, когда ему удобно, может по сертификату пройти санаторно-курортное лечение. При этом, если санаторно-курортное лечение стоит больше, чем сумма, которая предусмотрена в сертификате, то человек доплачивает вот эту сумму. Если же меньше, соответственно, ничего уже не возвращается. Нововведения коснулись и повышения прожиточного минимума. С 1 января мрот в стране вырос до 13 890 рублей. Ранее он составлял 12 792 рубля. Увеличился и прожиточный минимум на Ямале. Теперь он составляет 17 500 рублей на человека. Для трудоспособного населения – 19 000, для детей – 17 000, а для пенсионеров – 15 000 рублей. С января вступает в силу и норма, согласно которой федеральный маткапитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Его размер будет ежегодно пересматриваться 1 февраля. По данным правительства России, с учётом инфляции, размер маткапитала в 2022 году в случае рождения или усыновления первого ребёнка составит 503 тысячи рублей, а в случае рождения второго и последующих детей – 665 тысяч. С начала этого года банкам будет запрещено списывать единовременные социальные выплаты в счёт погашения задолженности. Соответствующие поправки в закон были разработаны по поручению президента России Владимира Путина. Закрыть долги с целого перечня различных мер поддержки будет возможно, только если такое решение примет сам человек. Предлагаем дополнить законодательство с запретом на списание единовременных выплат в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов, включив таким образом в этот перечень все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан, которые назначаются актами правительства Российской Федерации или указом президента Российской Федерации. Также хочу сказать, что в этот перечень предлагается включить и не так давно введённую поддержку малообеспеченным беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении. И государственная социальная помощь тоже должна быть включена, в том числе и, конечно, помощь в виде социального контракта. С нового года Банк России получил право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Совет директоров Банка России будет определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры и порядок ограничения. Нововведение защитит людей от попадания в долговую ловушку, поможет сохранить свои средства. Речь идёт об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов. Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования. 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода. В итоге попадают в финансовую зависимость, написал в своём телеграм-канале Вячеслав Володин. Двумя законами с 1 января вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, согласно которым должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. За несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства неплательщикам грозят обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей. За неоднократные нарушения обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит ответственность уголовная. Из правительной или принудительной работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года. Алёна Гафарова, Антон Иванов, Новости Муравленко. С 1 января номинал Пушкинской карты увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей в год. Напомню, в прошлом году по инициативе президента была запущена программа «Пушкинская карта». Молодые люди от 14 до 22 лет могут оплачивать ей походы в театры, музеи, на различные культурные мероприятия по всей стране. Программа стала очень востребованной. Всего за 4 месяца в ней приняли участие более 3 миллионов человек. А с февраля возможности карты будут расширены. Её станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы. Об этом сегодня заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. В течение года на это можно использовать до 2 тысяч рублей. У нас немало хороших режиссёров, сценаристов, актёров. И благодаря государственной поддержке ещё больше молодых людей познакомятся с их творчеством. Прошу Министерства культуры и Министерства цифрового развития до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта». Это должно быть так же просто и удобно, как покупка билетов на выставки и спектакли. С января изменился расчёт стоимости полисов ОСАГО. Однако для аккуратных водителей, особенно в возрасте и с большим стажем, несмотря на расширение тарифного коридора, полис может подешеветь. Но для такси однозначно стоимость ОСАГО вырастет. Дело в том, что если в среднем риск аварий для владельцев легковушек не превышает 5%, то для такси этот риск 30%. То есть в ДТП по собственной вине попадает практически каждый третий водитель такси. Именно по этой причине страховщики старались не страховать такие автомобили. Сейчас они просто будут назначать им тариф по максимуму. Также вырастет стоимость полиса для молодых водителей без стажа управления. Теперь тариф будут умножать на коэффициент 2,27. А вот для всех водителей в возрасте старше 40 лет и со стажем управления более 10 лет повышающий коэффициент уменьшили. Больше всего он снизился для водителей старше 59 лет со стажем более 14 лет. В Муравленко выходные и праздничные дни прошли спокойно, а серьезных ЧП не зарегистрировано. Всего с 1 по 10 января в дежурную часть полиции поступило около 150 сообщений о преступлениях и происшествиях. Как правило, это жалобы на шумных соседей. Стражи порядка более 10 раз выезжали на такие сообщения. Также полицейскими были составлены протоколы за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и распития крепких напитков там, где это запрещено. Впервые за несколько лет в праздничные дни не зарегистрировано ни одного случая мошенничества. А вот перед Новым годом произошел всплеск таких преступлений. Последний случай зафиксирован 30 декабря. Потерпевшая лишилась нескольких миллионов рублей. В социальной сети женщина видела объявление о заработке денежных средств при помощи инвестиции. Позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении. В ходе разговора потерпевшая следовала указаниям собеседника, скачала на номер на телефоне приложение, зарегистрировалась и начала переводить денежные средства. Когда сумма переведенных денег составила более 4 миллионов рублей, женщина поняла, что попалась на уловку мошенников. По данному факту, следственным отделением УМВД России по городу Муравленко возбуждено уголовное дело. А всего за минувший год горожане, которые пошли на поводу у аферистов, потеряли около 16 миллионов рублей. Сотрудники полиции напоминают о мерах осторожности. Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными лицами и не следовать указаниям неизвестных людей, которые просят назвать конфиденциальные данные банковской карты, совершить какие-либо банковские операции или перевести деньги на безопасный счет. Относительно спокойно было и на дорогах города. За 10 дней произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет. Основными причинами аварии на дорогах в период праздничных и выходных дней послужили невнимательность водителей при движении задним ходом, несоблюдение дистанции до впереди движущегося автомобиля, также несоблюдение очередности проезда при движении на перекрестках и выезде с дворовых территорий. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 180 водителей. В четырех случаях автолюбители сели за руль в нетрезвом состоянии. Медицинское свидетельство не согласился пройти лишь один горе-автомобилист. За управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского свидетельства грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность. С 1 по 10 января сотрудники службы 01 совершили 7 выездов. Один раз по сообщению о подгорании пищи, четырежды на сработку пожарной сигнализации, еще два вызова оказались сложными. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. С 1 февраля в округе начнется прием заявок на сертификат Яна Олимп для победителей и призеров Олимпиад. По сертификату можно оплатить обучение в образовательных организациях по программам доп. образования в других регионах, в том числе в ведущих вузах страны. Оператором проекта является Центр выявления и поддержки отдаренных детей Ямала. Обучение ориентировано на очный формат в предметных олимпиадных школах для учеников с 7 по 11 класс. Можно выбрать только один предмет из списка Всероссийской Олимпиады школьников. Всего планируется предоставить 58 образовательных сертификатов победителям и призерам предметных олимпиад номиналом 90 и 150 тысяч рублей. Муравленко посетил архиепископ Салихардский и Новоуренгойский Николай. В храме Преображения Господня он возглавил богослужение и обратился с проповедью к прихожанам. Прихожане Муравленковского храма Преображения Господня в покое и смирении ожидают праздничную службу. Она стала особенной благодаря приезду архиепископа Салихардского и Новоуренгойского Николая. С 6 января православные христиане отмечают святки. 12 праздничных дней от звезды и до воды, то есть от Рождества и до Крещения. В это время принято совершать добрые дела и усерднее молиться. Муравленковцам же посчастливилось совершить совместную молитву с архиепископом Николаем, который возглавил святочное богослужение. Прихожане с удовольствием делятся впечатлениями от службы. Впечатления, как всегда, просто переполняют душу и сердце. Очень хорошее впечатление. Рады, что попали на службу, как раз когда архиепископ приехал, очень довольны. Впечатления, конечно, прекрасные. Такой человек великий приехал к нам в гости в праздники, в святки, в Рождество Христово. Конечно, приятно. Дай Боже всем муравленковцам радоваться, молиться, ходить в храм, верить в Господа Бога, чтобы поменьше болеть, чтобы исчезла пандемия. После всеночного бдения архиепископ Салихарский и Новоуренгойский Николай встретился с главой города Еленой Молдаван. Юные муравленковцы отмечают, что слова, сказанные владыкой на проповеди, отзываются в сердце и заставляют задуматься о вечном. Надо верить не в то, что имущество или деньги. Надо верить в Бога и за здоровье гречь больше всего. Лучше верить, и все уже будет хорошо. Я вот так понял. Некоторые люди ошибочно полагают, что сочельник и период святок – отличное время для гаданий. Но отцы церкви предупреждают, что эта традиция не христианская, и предостерегают верующих от совершения греха. Во-первых, гадание – это относится к греху как к вражбатам. Мы же считаем не только о гадании, человек еще что-то просит в этот момент. И вот это действие человека, оно имеет отношение к обращению к духам, противоположным Богу, духам злобы. Хотя не всегда это и называется так, но тем не менее. Поэтому и нельзя делать, потому что многие такие действия человеческие заканчивают очень печально для самого человека. Он начинает верить тому, что получает. Потому что дьявол иногда действительно обольщает, он действительно являет какие-то знаки, может быть. Но так как он отец лжи, то, соответственно, он вводит в заблуждение самого человека. Ну и ко всему прочему, это является грехом, потому что человек оставляет Бога. На протяжении всех святых дней важно ходить в гости друг к другу, петь рождественские калятки и духовные песнопения, посещать часто и в этот период церковные богослужения и, конечно же, совершать добрые дела. Мария Кузнецова, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. С Нового года сеть маршрутов для льготного перелета многодетных семей стала насчитывать 39 направлений. В ней вошли такие направления, как Салихард-Краснодар, Новый Уренгой-Минеральные воды, Салихард-Минводы и Новый Уренгой-Анапа. Напомню, программа льготных перелетов для детей от 2 до 18 лет из многодетных семей действует в регионе с 1 апреля 2019 года. Тариф фиксированной стоимость составляет 2500 рублей за билет. С 2020 года льготным перелетом также могут воспользоваться дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет, которые проходят обучение в очной форме в высших или среднеспециальных учебных заведениях страны. На сайте МФЦ разработан дополнительный сервис, в который внесены данные о ямальских многодетных семьях. При оформлении авиабилетов статус подтверждается онлайн без необходимости предоставления дополнительных документов. В прошлом году порядка 17 тысяч ямальских детей воспользовались льготой. С начала действия программы более 30 тысяч. Рейтинг выдающихся молодых жителей Ямала 89 будет составлен во второй раз в 2022 году, сообщили в правительстве округа. Подать заявку на участие можно уже сейчас, а завершится регистрация 18 января. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые добились выдающихся достижений за последние три года. Область занятий не ограничена. Всего выделено 13 категорий – от благотворительности до моды. Главным фактором является связь с Ямалом. Отбор в рейтинг пройдет в два этапа. В результате из баллов экспертов и голосов пользователей будет составлена общая оценка. 89 лидеров попадут в финальный рейтинг. Следить за ходом конкурса можно на сайте топ89.рф. Около трех тысяч муравленковцев разных возрастов провели каникулы, активно используя. В рамках декады спорта и здоровья в Муравленко жители города стреляли, боксировали, боролись, играли в шахматы и настольный теннис. Тематическую декаду открыли трудящиеся. В первенстве по пулевой стрельбе приняли участие 19 команд организаций и предприятий. За звание самых метких состязались и дети. Открыли сезон в январе также боксеры, теннисисты, шахматисты и борцы. На ковер в рамках первенства города по самбо в спорткомплексе «Лидер» вышли более 60 спортсменов. Традиционно с 1 по 10 января каждого года на Ямале проводится декада спорта и здоровья. В эти сроки мы обычно проводим соревнования для населения различной возрастной группы в целях приобщения к активному отдыху, здоровому образу жизни, занятиям физкультуры и спорта. Также население города могло у нас получить платные услуги, покататься на лыжах, сходить в бассейн, сходить в тренажерный зал. Самым популярным в этой декаде спорта и здоровья оказался прокат коньков и массовое катание на ледовой арене «Авангард». Только за 4 дня на лед вышли более 2000 горожан. Более 350 муравленковцев выбрали на каникулах тренировки в тренажерных залах. Менее популярными стали плавание и бег на лыжах. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте. Продолжение следует... Продолжение следует...